МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на ТВ 21+. С вами Элина Шагенова. Мурманский арктический университет стал одним из 24 вузов, получивших статус кандидата в программу «Приоритет-2030». Благодаря этому в течение трех лет он сможет получать федеральные гранты на развитие программ и учебно-материальные базы. Арктический университет боролся за это право с 67 вузами страны. Благодаря попаданию в список победителей уже с 25-го года университет сможет претендовать на базовую часть гранта от 100 до более чем 350 миллионов рублей. Напомним, что благодаря снижению численного порога допусков «Приоритет» в отборе смогли участвовать университеты, расположенные в регионах с невысокой плотностью населения, такие как, например, Мурманская и Курганская области и Чувашская республика. Познакомиться с арктическими профессиями и узнать больше о Северном крае. Такая цель у делегации школьников из Санкт-Петербурга, участников проекта «Встреча поколений». О том, как прошел их первый день за полярным кругом, расскажет Даниил Скуратов. Это жижный природный газ. Это один из самых дорогих, важных, педагогических продуктов, без которого мировая экономика жить не может. Геолог, глицеолог и полярный летчик. Все эти профессии объединяют то, что они востребованы в Русской Арктике. Для того, чтобы рассказывать о тонкостях работы и возможностях получения профессии, Ассоциация полярников создала просветительский проект «Встреча поколений». Ведущие эксперты страны и представители вузов рассказывают о том, что сейчас действительно актуально. Конечно, это актуально для нашей области сейчас профессии. Мы прекрасно понимаем, что именно через некоторое время, когда мы всех специалистов уже обучим, и выйдут у нас кадры подготовленные, высококвалифицированные, как раз те предприятия вот этих отраслей, они получат наибольшее развитие. Матвей Волокушин живет в Санкт-Петербурге. Попасть на лекции «Встречи поколений» ему удалось благодаря участию в экспофоруме. Там он практически идеально написал тест по географии. После чего делегация из 20 школьников отправился на север. Север, возможно, будет часть моей жизни, потому что обучение, возможно, хорошее будет. Я смогу обучиться на профессию, которая мне нравится, и буду помогать людям. Помимо лекций, ребята ожидают экскурсий к местным достопримечательностям. Как заявляют организаторы, после поездки ребята точно для себя определят, хотят ли они работать на севере. Далилу Скуратов, Станислав Евглевский, ТВ 20М+. В центре Лапландия прошла церемония открытия главного всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 40 специалистов со всей области будут проходить испытания и показывать мастерство в 9 номинациях. Алексей и Юлия Литвиновы больше года назад переехали в Ковдор из Луганской народной республики. Пара – педагоги дополнительного образования. Девушка – хореограф, а ее супруг когда-то работал журналистом, а сейчас передает опыт юным северянам. Я с самого начала, еще с самого детского возраста знала, что я хочу быть педагогом, но, видимо, не сразу нашла свое направление. Я проработала 5 лет на школьном учреждении. Я успела побыть и воспитателем, и хореографом, и кем только не была. С первых дней я подсматривал за ней, так, а как, что такое вообще преподавать, это как? По пути мы закончили курсы повышения квалификации, мы уже образованные педагоги, и до образования педагоги-организаторов у нас есть документы. Мы с отличием закончили, между прочим. Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» проходит в регионе уже в 19-й раз. Принимают участие в нем как педагоги танцевальных, изобразительных, театральных, музыкальных студий, так и школьное объединение. Состязаться в профмастерстве приехали 40 специалистов со всей области. Самому молодому участнику 21 год. В прошлом году было знаменательное событие. Наша девушка из кванториума Евгения Инкина стала призером всероссийского уровня в конкурсе «Сердце отдаю детям». Сегодня она является членом жюри и, конечно же, поделится своим опытом с теми, кто участвует. Перед церемонией открытия на площадке Лапландии прошел форум педагогов дополнительного образования. Здесь более опытные коллеги делились секретами работы, разбирали вопросы, которые нередко возникают у молодых специалистов. Например, как увлечь ребенка или как не потерять интерес к профессии. В центр детского творчества дети ходят, ну, не обязательно. Их надо увлекать. Каждый день педагог дополнительного образования совершенствуется. Он должен быть гибким, многофункциональным. И когда ты приходишь молодой, тебе вот именно не хватает мотивации, какого-то наставника, который тебе поможет. Мы поговорили о том, как стимулировать педагогов нематериально. Почему интересно работать в сфере дополнительного образования? Потому что каждый педагог не только в дополнительном образовании на школе, а дает сердце своим детям. Всю неделю педагоги будут представлять проекты, работать на мастер-классах, перенимать опыт коллег. Победитель регионального этапа будет представлять регион на федеральном уровне, который пройдет в Уфе. Александра Пескова, Владислав Хрущев, ТВ21+. Жителям Мурманской области вернут за отопление более 320 миллионов рублей. В начале апреля северяне получат квитанции с традиционными перерасчетами за коммунальные услуги. Они проводятся каждый год в первом квартале. Рассчитывается разница между фактическим объемом потребления тепловой энергии и предъявленным потребителем в течение года. В 2024 году корректировку проведут почти в 1400 многоквартирных домах региона. При этом деньги вернут жителям 1060 домов, а до начисления 308. Сумма зависит от площади квартиры и рассчитывается на квадратный метр. По итогам 2023 года северянам вернут 320 миллионов рублей, а до начисления составит порядка 43 миллионов рублей. Это минимальное до начисления и максимальный возврат за последние несколько лет. Александр Мейсеев назначен главнокомандующим военно-морским флотом России. Об этом официально объявил министр обороны страны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил. На место командующего северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов. Я с одной стороны поздравляю, с другой стороны, я надеюсь, вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил верховный главнокомандующий, министерство обороны, ну и, конечно, страна. Десятки юношей и девушек собрались в общественном пространстве СОПКИ-21А, чтобы встретиться с участниками уникального проекта, первого в мире стратосферного прыжка на Северный полюс. Он будет выполнен с высоты 10 тысяч метров. Будущие рекордсмены в рамках арктического диалога рассказали северянам о подготовке. В зале практически нет свободных мест. На встречу с российскими космонавтами пришли студенты колледжей, воспитанники кадетского корпуса, школьники. Кроме вопросов о работе, хобби и выборе профессий, большой интерес слушателей вызвал стратосферный прыжок. Команда смельчаков планирует десантироваться на Северный полюс с высоты 10 тысяч метров. Мне интересно, кто был сначала инициатором этого прыжка, который сейчас пользуетесь. Во главе летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко. Он и стал инициатором прыжка. Также вместе с ним к рекорду готовится летчик-инструктор Александр Лынник и инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов. Температура минус 55 при покидании самолета. Скорости высокие, падение. Свободное падение более двух минут. Естественно, воздух разрешенный. Разрешенные проблемы на начальном периоде. Со стабилизацией. Мы будем прыгать без стабилизирующих парашютов. Это как бы наша изюминка нашего проекта. С высоты 10 тысяч метров парашютисты уже прыгали. Новым вызовом станет приземление самой северной точки планеты. В идеале, при хорошей видимости, мы должны увидеть станцию. А парашют у нас позволяет прийти в точку. Это крыло. 10 метров по горизонту идет парашют. Но если, конечно, не будет сильного ветра. Там много всяких «но» существует. Неправильные расчеты, попадание в ледяную трещину или встреча с белыми медведями. Рисков много. Поэтому подготовка будущих рекордсменов тщательная. В течение полугода они проходили тренировки в барокамере, аэротрубе и тестовые прыжки. Очень надеемся, что это все-таки, в отличие от полета в космос, здесь не понадобится восстанавливать организм, если все пойдет штатно. То есть, если приземление будет мягким, контролируемым, то есть, по плану, все должно быть без последующей восстановки. Высотный прыжок с парашютом из стратосферы запланирован на начало апреля. После приземления на ледовую базу «Борнео» команда установит новый мировой рекорд. В Мурманске состоялся образовательный семинар про туризм, направленный на привлечение интереса мурманской молодежи к развлекательной и культурно-досуговой сфере. На деловую встречу с представителями регионального профильного комитета пришли студенты и молодые люди до 35 лет. Разработка нового туристического маршрута по Мурманску и Заполярному краю. Планируемый итог семинара, который включает в себя три модуля с практической частью. Реализовать турпродукт должны помочь туроператоры и турпортал Мурманской области. Кто-то хочет просто рассказать о тех местах, которые он любит посещать, то есть, о чем-то интересном, поделиться. И мы решили провести такое мероприятие совместно с комитетом по туризму Мурманской области, потому что есть запрос от молодежи. Туризм остается стремительно развивающейся отраслью в Мурманской области. Поток желающих открыть для себя север, а также вернуться на Кольский полуостров за новыми впечатлениями не иссякает. Как не иссякают и идеи для создания чего-то нового, того, что позволит посмотреть на Заполярья под другим углом. Воспитание туроператоров – это, наверное, в свою роду такая же профессия, к которой нужно начинать с нуля готовить ребят. Воспитывать культуру, во-первых, не самого преподнесения, так сказать, туризма в область, но и культуру в целом, поведение туристов. Охота за северным сиянием, превратившимся не так давно в настоящий бренд Мурманской области. Китовое сафари, знакомство с культурой коренных народов и путешествие вкуса арктической кухни. Любая туристическая идея, предложенная молодым человеком на семинаре, может воплотиться в жизнь. Огромное, много пользы от путешествий, в том числе и по Мурманской области. Первое, наверное, это здоровье. Можно путешествовать, ребята ходят в походы. Это, наверное, то, что можно сделать здесь и сейчас. Другое – это познавательные путешествия. Можно узнать историю, культуру, традиции. И вот здесь уже придется поработать для того, чтобы упаковать это все в турпродукт и сделать это интересным, ну и, как я уже сказал, безопасным и комфортным. Вопрос безопасности и комфорта туристического маршрута – немаловажная часть при создании проекта, который участники также должны были уделить внимание. После рассмотрения всех предложенных идей, новые дороги и объекты появятся на туристической карте региона. Лада Егорова, Юрий Монаков, ТВ21+. На Кольском полуострове становится больше светлых и солнечных дней. И хотя зима не спешит сдавать позиции, приближение весны все заметнее, особенно в лесу. В Лапландском заповеднике активнее ведут себя птицы и звери. А дикие северные олени выходят на берега озер погреться. Кого удалось запечатлеть в заповедных местах, расскажет и Нина Морозова. Можно туда, где они там были. Яркое солнце и снег – невероятной белизны. В Лапландском заповеднике в такую погоду нередко олени стада выходят погреться на солнышке на берега озер. Вместе с заместителем директора Панаоки Николаем Алфертьевым с помощью коптера пытаемся найти следы присутствия диких северных оленей. В этом году они часто подходят близко к Чунозерской усадь Белопланского заповедника. Да, вот практически недели две здесь обитало небольшое стадо, около 14 оленей. А вот в эту субботу вышло стадо около сотни. Буквально. Неожиданно, никто не ожидал. Они взяли и вышли. Такие визиты оленей к усадьбе – события важные и приятные. И в этот раз их удалось запечатлеть на фото и видео с расстояния. Сотрудники заповедника к оленям стараются не приближаться, чтобы не спугнуть. А грациозные животные, появляясь в местах обитания человека, демонстрируют доверие. В заповеднике они чувствуют себя в безопасности. Раннее весна – время пристальных наблюдений и проведения зимних маршрутных учетов. Семь маршрутов. Один из них новый. По всему заповеднику считали следы различных животных. Старались считать за один день, проводить этот учет. По свежему снегу, чтобы не проводить два раза с затиркой. Много куниц, много глухарей. По сравнению с прошлыми годами тетеревов также мало. В Лапландском заповеднике обитает много лосей. Они часто попадают в объектив фотоловушек. Вот интересная сцена. Лось в нерешительности остановился у снегоходного следа. Пробираться по глубокому снегу тяжело, а укатанная тропа хорошо держит крупного зверя. Не обнаружив опасности, лось избрал более легкий путь. А вот росомаха в поисках съестного обследует территорию. Росомаху называют оленем пастухом. Эти хитрые звери сопровождают оленей стада. Их следы очень часто можно увидеть рядом с оленьими лёшками. Живет там, где олени. Потому что олень и леса тундры – это тоже так приспособился. Единственное, из таких довольно крупных зверей, которые, может, в таких невообразимых, суровых условиях, очень выносливые. Лапа у росомахи крупная. Именно это позволяет зверю легче передвигаться по глубокому снегу, говорит Алекс Гелязов. Снег выдерживает росомаху лучше, чем, например, волка. И это даёт ей преимущество. В начале весны росомахи обходят свои владения, метят территорию. Их следы на снегу можно заметить очень часто. А ещё в Лапланском заповеднике обитают волки, лисы, зайцы и куницы. И, наблюдая их жизнь, учёные-инспекторы примечают важное. Эти знания ложатся в копилку наблюдений и помогают сохранять дикий природный мир Севера. Янина Морозова и Владислав Хрущев, ТВ-21+. Ещё больше интересных и актуальных новостей вы найдёте на сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. И в социальных сетях ТВ-21, в Одноклассниках и ВКонтакте. Телефон редакции 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждёт прогноз погоды. О погоде в Заполярье на 3 апреля по данным Мурманского гидрометцентра. В Кандалакше температура воздуха снизится до 5 градусов. Облачно с прояснениями. В Умби минус 5, минус 7. Без осадков. В полярных зорях около 6 градусов ниже нуля. В Апатитах столбик термометра показывает в среднем минус 6, без осадков. В Кировский снег дне прогнозируется около 7 градусов со знаком минус. В Кавдоре температура воздуха снизится до 7 градусов. В Манчегорске облачно с прояснениями минус 4, минус 6. В Лавозере в среднем минус 6 градусов. В Оленигорске снега не будет, минус 5, минус 7. В Никеле около 5 градусов ниже нуля. Осадки. В Заполярном также снежно. Температура воздуха снизится до 8 градусов. В Североморске минус 5, минус 7 осадки. В Мурманске минус 4, минус 6 снег. Это были новости на ТВ 21+. С вами была Элина Шагенова. Берегите себя. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»